Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Как мне к вам обращаться? Вы можете ко мне обращаться. Таль, здравствуйте. Как ваше время? Хорошо. Отлично. Коль скоро вы заняты, у меня тоже скоро презентация, через 25 минут. Но я все-таки как автор видеоблога «Как распознать пирамиду» хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы можете на них ответить? Ну да, если несколько вопросов. Совершенно несколько вопросов. Скажите, Николай, вы уже известная в интернете личность. И вы являетесь, насколько я знаю, автором бизнеса с нуля. Это рекрутинговая система. Вы ассоциируетесь, по крайней мере, в моем сознании с Helix Capital, так или иначе продвигая этот бизнес. И буквально сегодня я получаю именно от вас сообщение, что вы занялись еще одной MLM-компанией. Зная лично, персонально очень многих бизнес-лидеров, я знаю, что играющий бизнес-тренер, как правило, заточен на одну компанию. Он ее развивает, он ее совершенствует, он строит структуру, он обучает людей. Но вы взяли еще одну компанию. Почему? Не пошло дело в Helix Capital? Не так что-то в бизнесе с нуля? Вы могли бы ответить на этот вопрос? Да, конечно. Здесь есть несколько причин. Естественно, никогда нельзя распознать сразу ни компанию, ни человека, пока не поучаясь, или потратить какое-то время на совместное времяпрепровождение. Так вот, за эти 6 или 7 месяцев, которые мы имеем в Helix Capital, мы просто увидели многое то, чего раньше не видел. Во-первых, мы увидели, что есть здесь один большой плюс. Любой человек может иметь пассивный доход. Это то, чего нет в сетевых компаниях. И мы ради этого, из-за этого пошли. Потому что нам важно, чтобы наши люди зарабатывали. Да, это действительно греет, это здорово, это классно. Хотя при этом они зарабатывают небольшие деньги по сравнению с тем, что можно зарабатывать в сетевом оркестре. Мы, поскольку уже профессионалы в сетевом бизнесе, увидели, что мы, вкладывая очень много сил, очень много энергии, создав огромную команду, заработали тоже очень-то небольшие деньги. Потому что реферальные здесь невысокие. То есть для нас те доходы, которые мы заработали за 7 месяцев в Helix Capital, невысокие, ну, как бы, хотелось бы больше, по-первых. Это то, что нас подтолкнуло к поиску каких-то других вариантов возможности дохода. Второе, как бы, мы увидели, что не все так гладко и хорошо представлено в Helix Capital. Во-первых, мне очень не устраивает техническое обеспечение компании. Ее саппорт, ее айтишники, то есть айтишники, те люди, которые управляют этим всем, которые решают проблему. То есть элементарные вещи, как болото. Заходишь и тонешь, не знаешь, как это решить. Отправка денег, у меня тоже большие проблемы с этим, когда люди за границу отправляют. Сейчас вот потерялась полторы тысячи. И там, говорят, не получили. Здесь, говорят, не можно вернуть. То есть вот такие вот несостыковки, они очень серьезно сказываются и на людях. Мне перед ними неудобно, хотя это не моя совершенно проблема. Это проблема компании и проблема банка. Но поскольку это не решается, у меня тоже есть определенный брус негатива. Далее. Есть еще различные моменты, которые нас не устраивают в компании. Вот это все вместе, когда мы взвесили, мы поняли, что мы сейчас не готовы активно, так же активно первые полгода развивать Helix Capital. И здесь как раз нам подвернулось, нам предложил знакомый для нас человек, с которым мы работали вместе в одном проекте, MLM-компанию, за которой мы увидели серьезное будущее. Мы увидели здесь серьезное вознаграждение. Ну, хотя бы взять одно сравнение. Чтобы в новой компании, в которой мы сейчас пошли, получить 50 долларов за личное приглашение, нужно, чтобы человек купил продукт, физический продукт, на уровне 200 долларов. И мы сразу получаем 50 долларов. 25 процентов. Что? 25 процентов. Да, чуть больше. Чтобы в Helix Capital такие деньги получить, нужно, чтобы человек в 1000 долларов вложил. Потому что 5 процентов вознаграждение. Вот разница. И дальше реферальные вознаграждения. То есть в компании, в которой мы сейчас вошли, 65 процентов денег направляется обратно в СИП. Helix Capital – это 14 процентов реферальные. Конечно, есть пассив, это очень хорошо. Есть премии, но в последнее время как бы усложнился путь к получению премии Helix Capital. То есть, когда мы приходили на одни условия, потом там кое-что изменилось, оказались немножко другие условия. Вот. И поэтому мы, понимая, что мы можем зарабатывать больше, работая также в плату и замене, мы решили еще использовать этот проект. Причем, я как раз я понимаю, что многие люди, которые пришли на пассив в Helix Capital, они не пойдут за нами. Потому что они не могут приглашать, не готовы, приглашать, не хотят приглашать. Есть много людей, которые просто, ну, я не хочу строить гармонию. Хочу просто без проблем. У тебя есть Helix Capital. Плюс мы еще рассматриваем вариант, как помочь тем людям, которым вкладывают большие средства, защитить эти средства. Потому что ни один проект с высокими доходами, а Helix Capital это все-таки высокодоходный проект, не может дать высокие гарантии. И таких проектов очень много сейчас. Я все-таки, вы Helix Capital выбрали потому, что здесь есть бизнесы, которые компания вкладывает. Но вот за эти полгода мы увидели, что не все так гладко и в этой сфере. Не все так, как хотели бы. И поэтому говорить о том, что компания будет там на века или на десятилетия, я сегодня уже не решусь. Тогда мы ходили немножко по-другому видимо это все. Мы приходили на другого человека, который, к сожалению, ушел из жизни через месяц после того, как мы вошли в Helix. Николай, а не возникла ли такая же ситуация в той компании, на которую вы обратили сейчас взор? Вы хорошо подготовились? Хорошо собирались. Что? Да, да, да. Вы третий бусы? Да, то есть те проколы и обидные нестыковочки, которые, в принципе, влияют на бизнес, не повторятся ли они в новой компании? Не получится, что вы попадаете в молоко? Никогда нельзя быть уверенным в том, что будет завтра, естественно. Но поскольку за компанией Fox состоит компания Aruga, которая 28 лет, это очень важный факт, 28 лет на Америке и Канаде. Это компания, которая имеет акции на фондовый бюджет Нью-Йорка. Это компания, которая является официальным партнерам Гуды и очень известна в тех кругах, в Америке и так далее. И она купила компанию Oxa. То есть Oxa это сетевая компания, которая была самостоятельной до лета этого года. Летом этого года Aruga купила Oxa. И вот это вселяет очень серьезную уверенность в том, что это надежный проект, плюс есть продукт, который мы уже увидели, и мы получили свои результаты очень хорошие, и мы уверены, что этот продукт будет очень эффективно идти. Но всегда, то есть нельзя никогда быть уверенным в том, что в чем-то нельзя. Тогда последний вопрос, потому что я знаю, что вы спешите. Какой же это продукт? О каком продукте идет речь? Речь идет о квантовых голограммах. Это такие небольшие, начиная с двухкопеечную монету, наклеечки, которые наклеиваются на тело. И они созданы на основе тысячелетних опыта Китая, Востока и так далее, и современных технологических разработок. То есть у них есть определенная информация, которая отступает в взаимодействии с энергетикой наших медиа. И нормализует эту энергетику, решая определенные проблемы. Это не лечение. Это примерно то же самое, что иглоукалывание, прижигание, точечный массаж, электрофунктура, лазерфунктура. То есть воздействие на биологически активные точки на нашем организме. Но при помощи современных методов, информационных, энергетических программ. Мы получили хороший результат на себе, на маме моей жены. Даже на ручке уже получили хорошие результаты. И мы видим большие положительные результаты в интернете у большого количества людей. Этот продукт вселяет уверенность, что это сильное и не многое нужно. Я желаю вам удачи от всей души. И больше не ошибайтесь, за вами идут очень много людей. Спасибо огромное. Рад был с вами пообщаться лично. Всего доброго. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.